Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про изменения на карте Утес, которые нас ждут в игре. Разработчики нам обещали на своих стримах и на сайте WhatNews появилась информация про то, как эти карты могут измениться. Для начала поговорим про карту Утес. Расскажу вам сейчас, какие проблемы у этой карты есть. Во-первых, нижний рез быстрее заезжает в штаны через низ и отсюда может уже работать по тем, кто пытается проехать к маяку и довольно таки успешно это получается. Почему так происходит? Потому что у врагов нету какой-то адекватной начальной позиции из центра деревушки, которая может простреливать заезд в штаны. Единственная позиция, которая очень нормально так простреливает это место, находится далеко под скалой, туда далеко ехать. Нижнему респу быстрее доехать до позиции, которые простреливают заезд в штаны. И на скриншотах мы увидим, как разработчики попытаются видимо это исправить. Они добавят позицию в центре деревушки для того, чтобы простреливать штаны и на базе добавят еще один спуск. Таким образом и с базы ехать будет быстрее и позиция для прострела штанов будет ближе и в принципе можно будет быстрее сюда проехать на каких-нибудь ЛТшках. Это очень хорошо. Но насколько это повлияет, можно будет увидеть только когда мы сможем в это поиграть. Также еще одна из проблем, которую разработчики видимо не особо решили как-то исправлять. Это то, что балкончик с нижнего респа лучше, чем балкончик с верхнего респа. С верхнего респа прострелов намного меньше и играть не так удобно. В свою очередь нижний балкончик намного лучше простреливает всю карту. С верхнего респа можно пострелять только вокруг маяка и то только там, где не мешают дома. В центр можно простреливать только в одно место между камней, потому что остальные не видно. И еще заезд на гору тоже видно. Также еще есть небольшой прострел в штаны, там где есть подъем. Но опять же скала мешает один, скала мешает два. А вот с нижнего респа можно также стрелять вокруг маяка, но тут тоже дома мешают. Можно стрелять в центр, между одних камней, между других камней. Можно стрелять также и по заезду на гору. И сама гора простреливается с обеих балкончиков, но также здесь еще лучше прострел. В штаны, потому что здесь простреливается все. Здесь нету никакой скалы, которая бы мешала простреливать этому балкончику. В целом нижний балкончик более приятный, с него обзор и простреливаемость везде лучше. Даже можно прострелить в небольшую дырку, там где по центру танчики могут кататься. С верхнего же респа тут такой булыжник, что не видно ни черта. И никуда вы не прострелите. Разработчики небольшую скалу здесь поднимут. И она будет немного закрывать с одной стороны выезд, но какая-то она невзрачная и не такая здоровенная, как здесь. Это просто будет чуть-чуть выше скала, чем есть сейчас. А сейчас там практически ее нет вообще. Но разработчики будут усиливать верхний балкончик, просто сделал более удобный заезд на него. Это очень слабое усиление и небольшой нерв нижнего балкончика в виде увеличения небольшой скалы. На мой взгляд верхний балкончик все равно будет смотреться слабее. Также в чем еще слабость верхнего респа. В том, что играя вокруг маяка и доехав до конечной позиции в яме, можно спокойно расстреливать центр и им негде спрятаться. При этом расстреливать вы будете из ямки. Удобно от башни вы будете полностью в укрытии. И никто вам ничего не сделает. А вот танки с верхнего респа не могут простреливать вокруг маяка, поскольку там есть ложбина, которая не простреливается. И сама скала маяка закрывает эту ямку от прострелов. Таким образом верхний респ объехал и выиграл вокруг маяка, не может победить центр. А нижний респ, если объехал вокруг маяка, он побеждает центр. И судя по тому, что мы увидим дальше, разработчики никак это не пофиксят. Они пофиксят низ карты, он станет скорее всего сбалансированный. Они с легонца улучшат верхний балкончик. Но настолько незначительно, что скорее всего это не сильно повлияет. И абсолютно никак не исправят дисбаланс вокруг маяка, поскольку верхний респ вокруг маяка слабее. Также на центре будет небольшое геймплейное улучшение, в виде того, что плиты, которые там в земле стоят, их немного опустят ниже, и они не будут ваш танчик так сильно задирать. Ну и также верхний респ получит усиление, в виде того, что на центре холмик в этом месте станет выше. Таким образом здесь будет укрытие от танков, которые стреляют из штанов. Таким образом здесь можно будет укрыться от прострелов из штанов. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит у разработчиков. Они обозначили себе 8 зон на карте, которые у них там проблемные, и как они их собираются изменять. Полкончик для верхнего респа был неудобный для заезда, они сделают его более удобным. Изменение, конечно, колоссальное. Также для верхнего респа спуска не было, спуск будет. Тоже колоссальное, невероятное изменение. Внизу в деревушке, перед штанами, для верхнего респа, здесь как-то никаких ни позиций, ничего нету, просто дыра между домами и какой-то мусор. Мусора станет чуть меньше, появятся кустики, якобы позиция для того, чтобы с центра деревни простреливать это открытое место, там где заезд в штаны. И позиция будет ближе к респу, чтобы сразу занять и жахать по тем, кто хочет поиграть активно. В принципе, еще вот центр для верхнего респа улучшится. Здесь была просто полянка, на которой ничего нету, а потом хоп, и появился бугорок, который будет нас защищать от прострелов от штанов. Вот так вот выглядит это до, а так будет выглядеть после. Прям такая значительная увесистая шишка появилась, которая будет нас закрывать, и мы сможем здесь играть от рельефика и от башенки. Будут еще изменения на выезде вверх из штанов. Здесь было ровное такое вот поле, оно станет еще ровнее. Уберутся вдали там имбовые, которые всякие там нычки занимались на ГК. Здесь была выемка, в которую загоняли СТ-шку советскую или еще какую-нибудь, и она там сидела, жила, всех мучила, и там в рельефике выживала. Уберут эту позицию, и в принципе там станет гладенько, чистенько, и тут в принципе все выровняли. Так сказать, десятилетняя программа утюжок начала работать, и вот гладили видимо реальным утюжком, и вот только вот за 10 лет умудрились утес догладить. Ну это шутка для старичков, кто помнит там операцию утюжок. Это было, а теперь вот станет вот так вот, гладенько, чистенько. И мы видим, что та скала, про которую я говорил, вот она вообще никакая. Вот здесь вот вдали балкончик, который может сюда простреливать, и он очень хорошо сюда простреливает. А теперь эта скала с правой стороны частично будет закрывать, возможно, прострел, но скорее всего справа, когда мы будем выезжать, если левее, тут видно, что балкон может простреливать, поэтому... Тут есть, конечно, какой-то нерв нижнего балкончика для нижней базы, но он незначительный по сравнению с тем, какая скала для другого респа. Там такой булыжник, что за ним ничего не видно, и прострел маленький и узенький. Возможно, оно более-менее уравняет шансы прострелов для обоих респаун, но эта скала мне как-то не внушает доверия, хотя правильно, что она здесь появилась. Также еще центр, у нас тут плиты всякие, вот эти столбы были высокие, теперь хоп и низкие. Также еще рельеф у нас тоже немного как-то изменился. Здесь можно увидеть, что рельефик изменился, и с правой стороны места у нас станет меньше. Здесь появилась какая-то куча, видимо, кто-то пробегал, навалил. Изменения, конечно, хорошие. Здесь можно будет из ямки, видимо, играть от башенки. Раньше здесь было просто практически ровно, с легонца был холмик, а теперь прям такая ямка. Также еще для нижнего респа у нас появляется такой вот булыжник, из-за которого, видимо, мы теперь будем играть от башни, прятать свой корпус. И, в принципе, эта позиция напоминает позицию для верхнего респа. Там точно такой же булыжник, и от него можно играть против тех, кто выезжает из штанов. И также можно еще и наверх вылазить. Это у нас камень для нижнего респа. Он был такой, что за ним негде было прятаться. Я очень редко на тяже вот здесь становился, когда не мог доехать до центра. Но здесь стоишь на одном месте, и практически жопа свисает. Падаешь, неудобно, играть нереально. Разработчики, видимо, поняли, что тут нужно играть. Здесь земли становится больше, места больше, и, в принципе, это уже похоже на что-то играбельное. Какая-то играбельная позиция, это тоже правильно. Поскольку у противоположного респа есть такая позиция, а у этого ее не было вообще. Также мы видим возле нижней базы, насколько рельеф изменится. Здесь станет все более плоское. Здесь, кстати, прострел улучшится. Если кто-то будет с этой стороны ехать для балкончика, если мы будем, допустим, проигрывать, то с нижнего респа можно будет здесь лучше пострелять. А так здесь был холмик. Да и, в принципе, все станет более гладкое. Вот такие изменения на карте Утес. Они, конечно, положительные. Видно, что баланс балкончиков хотели поправить. Он станет лучше. И баланс в штанах и на левой части карты тоже, там, где деревушки, эти камни, тоже все улучшится. Это хорошо. Но основная проблема, когда вокруг маяка объезжают тебя и в жопу убивают, и тебе некуда деться, это никуда не девается. С нижнего респа просто объезжаешь вокруг маяка и бесплатно убиваешь центр. А вот если с верхнего респа объезжаешь вокруг маяка, тебе некуда ехать, тут открытое поле, и тебе некуда убивать центр, тут мешает скала. Если ты поедешь вперед, тебе ПТшки будут бочины накидывать. В целом, вокруг маяка легче играть снизу, чем сверху. Это как было, так и останется. В общем, ждем эти изменения. Они 100% положительные. Сейчас карта эта просто шлаковая. Надеюсь, станет лучше. Но вот когда эти будут изменения, надеюсь, не через год. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok